Всем привет! Вы на канале Амигуруми Лайф, это канал о вязании. У нас сегодня ярмарка двухдневная, на покров, наша традиционная, у нас каждый год она раньше была в огромнейших масштабах, сейчас пока у нас на ремонте набережная, у нас такая в достаточно усеченной форме проходит она, но могу сказать, что, конечно, нервов она у нас трепетного, сколько. Мы разделились сегодня на два стола, у нас холодно, ночью уже минус один, поэтому я так достаточно тепло утеплилась. Сейчас я вам покажу свой стол, он у меня очень бедный, потому что мы отдали сейчас большой заказ, вы увидите это либо в предыдущем, либо в следующем видео, я пока не знаю, как я их выложу, в каком порядке, вот, что я там делала, как вязала, мама там выложила обзор уже готовых работ, поэтому сейчас просто в целом покажу, что у нас за ярмарка, свой стол и расскажу о новинках, которых мы еще не видели, которые я забыла вчера снять в обзоре, поэтому будем смотреть сейчас. Ярмарка достаточно масштабная, тут и продукты, и вещи, и ремесленники, то есть много всего. Вот идут ряды с ремесленниками, раз ряд, и вот тот ряд под зонтами тоже. Я стою на центральном месте, вот здесь сцена, и как раз я рядышком буду. Почему стою здесь? Потому что ругалась очень долго, вчера поставили мы все столы, и нас потом выкинули, организаторы сказали, что мы поздно пришли, хотя столы у нас уже стояли на месте, они просто наши столы повыбрасывали. Вообще я в шоке просто от этой организации, так что кошмар. Так, вот так у меня выглядит мой стол, конечно, бедно, все так прям, но я поставила два, чтобы пошире все-таки было. Вот, и второй стол там, вот у мамы, чуть подальше, вон там. Поэтому вот так все выглядит так. Что у нас с вами по новинкам? Давайте посмотрим. Я получила посылку из пряжи Атрика и связала новые игрушки из нее. Кстати, пряжа очень хорошая, такая гладкая. Чуть попозже я сделаю вставочку с рабочего стола, и я покажу вам эту посылку, какие цвета мне пришли. Так, вот такой малыш. У меня получился кот в сапогах. Посмотрите, со шпагой. Шляпка у него снимается, но сейчас снимать не буду, потому что ветер. Так, что еще у нас с вами новенького? Такая тыквочка. Тоже вязала из пряжи Атрика. Очень классная. Вообще, эта пряжа, она вяжется хорошо. Угола мое новое. Обожаю вот эти игрушки. Вообще, вязала для себя. Вообще, вязала для себя. Но взяла на ярмарку для ассортимента. Продастся, значит, себе еще одного сделаю. Здесь смешанная техника. То есть, это вот у меня старая винтажная такая пряжа. Она больше с махером. Джинс. И вот лицо как раз, и шляпу я делала из тоже пряжи Атрика. И тыквочку вязала. Тоже из нее. Вот. Поэтому смешанной такой техники, но плотность, в принципе, одна и та же, поэтому очень хорошо сочетается. Так, и что еще я связала? Два крокодила. Это по нашему платному мастер-классу. Один у мамы, один у меня. Вот. Вяжется легко, просто никаких пришивных деталей. То есть, легко и просто. Вот. И еще у меня есть лягух, но мама сейчас подключится со своего стола и покажет вам его тоже. Мне, кстати, больше он понравился. Из джинса он более рыхлый. А так как там фигурные детальки, они должны быть более плотными, поэтому руки, ноги вот шикарно из этой пряжи смотрятся. Она гладкая, твердая и прям вот вяжется легко, мягко. И в то же время само полотно очень упругое. Так что вообще просто шикарно. Дошло. Вот он, второй наш стол. Сейчас вам покажу. Вот так он выглядит. Так. Вот он мой лягух, которого я вязала. Сейчас мы с вами... Вот. Посмотрите. Какое твердое вот это полотно такое плотное. В общем, очень-очень комфортно. И цвет мне нравится. То есть из него прям шикарно. Вот получаются именно вот такие каркасные игрушки. Сейчас мы его посадим. Дадим ему в руки тюльпан. Сидит. Ждет своего хозяина. Стич, не помню, показывала вам или нет. Новенький. Тоже вот крокодил, гном. На гномика тыкву есть мастер-класс. Поэтому переходите, вяжите. Он бесплатный на канале Дзен. И на YouTube-канале тоже он есть. Так все это у нас выглядит. Игрушки есть, конечно, но не в таких количествах, как мы привыкли к этому. Поэтому надеюсь, что продажи сегодня будут хорошие. Но холодно сегодня. Ветер. Видите, прям зонты треплет как-то. Прям так. Не очень комфортно. Напротив у нас вот тоже игрушечки. Тоже красивые, классные. Яркие. Тут вот рядышком тоже еще игрушечки. Матрешки. В общем, народ потихонечку уже собирается. Ну, тут, конечно, большинство пока мастеров. Но все равно уже потихонечку. Вот единственная у меня проблема, то, что рядом с одной вот сахарная вата. Я боюсь, что у меня сейчас все игрушки просто будут в этой вате. Так что что-то у нас тут упало. Так, ну что ж, значит, ждем начала ярмарки. Народ достаточно много. Там идет у нас концерт. Если вот так сейчас повредить, ну, достаточно много народу. Да, вот прям толком идут. Но толку никакого, я вам честно скажу. Вот время почти 12. У меня всего две продажи. Человек-паук и маленький котик. Все. Больше ничего. Все так как-то тухло. И неинтересно. Я не очень люблю такие мероприятия, когда вот стоишь, и в итоге ничего нет по выручкам. Но, в принципе, день еще впереди, и завтра еще целый день. Поэтому я надеюсь, что все-таки ярмарка у нас будет достойная. Ну, по крайней мере, так должно быть. Потому что... Я, кстати, перешла на другой стол под зонтом. Потому что здесь потепляю, а мама там вот стоит. Поэтому поменялись с ней местами. Субтитры создавал DimaTorzok Нам сейчас раздавали вкусную кашу. Шумную с тиквой. Просто обогренная. Очень-очень вкусно. Поэтому мы с мамой взяли. Горячая прям. Если честно, очень полная. Все замерзли. Лицом повернусь. Очень промотлась. У кого-то такая холодная. Просто мы стоим, мне кажется. Мы тут все вот так вот дрожим. Видите, у меня камера так дрожит. Потому что руки дрожат. И поэтому я особо много сейчас не снимаю. Потому что даже вот телефон, ну как держать пол? Вот. Поэтому мы маленькими кусочками какие-то к вам включатся. А потом, наверное, вечером итог расскажу. И еще завтра я такой снимаю. Вот. Лучка. Надеюсь, что сейчас мы увидим какое-нибудь солнышко. Вообще, бесстанно все. И пока что никаких просвитов здесь нет. Холодно, ветрено, провозгало, противно. С тобой, как и я узгорела. Но пока что можно. И пока что ждем покупателей. Потому что их особо нет. С тобой, как и я, как и я, как и я. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают поэтому промерзли мы конечно зря наверное потому что результаты очень-очень плачевные сейчас вам покажу свой стол что у меня осталось все что было то и осталось у меня человек-паук галчонок на который мастер-класс есть на бусте можете переходить вязать что у меня еще чайка продалась но из таких средних игрушек ну и пару на брелочков все больше порадовать нечем вот некоторые игрушки дала маме и там тоже корги продалась вот кстати маленькие тыковки я вязала таких показывал вам вот они хорошо сегодня шли на удивление потому что я думал что их вообще брать никто не будет но так как я люблю очень тыквы я их навязала потом думаю ну ладно друзьям своим потом раздарю в осенний сюрприз но оказалось что они все продались там осталось только тыкву гном вот ну надеюсь что он завтра тоже уйдет просто он стоял на моем столе а здесь как-то вокруг меня еще пять человек с игрушками и не получается в общем здесь продавать люди либо подходят входят то есть цены во первых у всех разные вторых слишком на маленьком таком аппендиците слишком много поэтому продажи здесь очень-очень плохие всем доброе утро девочки второй день 8 часов утра мы приехали уже я приехала мама еще не подошла а уже выгрузили все вещи которые ссылки там подставки всякую ерунду столы мы остогнали к маточку а почему чтобы не стали не менялись потому что сегодня солнышко ярко светло хорошо но ветер поэтому не знаю что лучше пасторная промозглая или солнышко сверху сейчас я вам покажу как мы отсюда выпадут мой стол вот сейчас вещи я привезла тут у нас все связаны были вот эти все столы на ночь вот и с теми столами все было связано чтобы места никуда не делись и там вот у меня еще один стол тоже привязан к зонту вот поэтому сейчас буду все это распутывать и уже отставить подставки накрывать и отставлять товар поставлю второй стол вот так он у меня сегодня выглядит решили маленькие столы не брать уже поставить по одинарному потому что игрушек очень мало вот сейчас начала развешивать здесь вот маленькие игрушки мне нужно сейчас на них навесить карабинчики уже тогда вешать вот на эту подставку потому что с карабином меня мало осталось игрушек так что сейчас этим займусь потом уже буду расставлять большие игрушки последнее время стал заказывать вот такие цветные карабины мне больше не нравятся они под цвет игрушки можно подобрать то есть вот это видишь у меня такая зелено-желтая но сейчас она желтым кажется на самом деле она такая салатовая яркая поэтому сейчас вот подберу по цвету каждой игрушки повешу все наконец-то я разложила сейчас я вам покажу как мой выглядит стол на маленький стол в принципе у меня он полный не хватило игрушек смотрится достойно на два стола конечно это уже все растянуто это все не очень красиво смотрится вот так выглядит мой стол вон там мама раскладывается вон где желтой курточки девушка стоит вот они рядышка складываются я уже готова какой нас сильный ветер наши палатки питают сегодня прям конечно с ветром это очень-очень плохо я тоже стою держу потому что вот опять порыв стою держу чтобы ничего не улетело смотрите какие милые сосновые рощи мы твой окна поля с милым живым золотистом огне и кто над рекой его за закатом кто пил он суш весной тишине м а по в до 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 О, пусть даже снегом всех забегло Рядче любви, ярче играй Давай, давай Наши воды ярко горят Пусть что хотят, по носкам орят Рядче... Попляшу немножечко Я знаю, я не тот Комбалдер видела Мы все уже будем Сначить будем Будем жить Будет светло Будет тепло Пусть наши сверки все к своему Рядче любви, ярче играй Давай, давай Наши воды ярко горят Пусть что хотят, по носкам орят Ты споешь? Ага Сейчас спою Надо Надо Птичь 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 Я все в роте расплываю Скажем, не подниму Ничего Честно Очень сильно замерзли Ветер сильный Приходится держать столы Поэтому Редко буду к вам подключаться Что-либо Показывать Потому что Стою Держу стол Вот эта вот Полка постоянно Улетает Потому что мне Ветер спину И стол Постоянно тоже Хочет перевернуться Поэтому Солнышко, конечно, хорошо Но ветер Все не очень сильный Вот наш стол Один стол А второй стол На старом месте Сегодня Мастеров меньше Половин не пришли Потому что торговая не очень была Вот Ну посмотрим Но сегодня И людей меньше Вчера уже с утра Ходили за продуктами А сегодня Как-то Не очень Вот с утра Уже вот здесь Очередь стояла А сегодня Как-то Более вяло Ну Те, кто ходят за продуктами Они к нам Не заходят А нам нужно Гуляющие С детишками Посмотрим Что день сегодняшний Нам даст Моя Россия Моя страна Ты так красива Во все годы времена Моя Россия Мои друзья Мои друзья Только так силы Мы вместе Одна семья Эй! 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 Моя Россия Мои друзья У нас пол третьего В принципе Ярмарка у нас сегодня До трех Уже потихонечку Люди расходятся Мастера расходятся Вот Я сейчас переехала На другой стол К маме Потому что я очень сильно замерзла А здесь солнышко Поэтому я решила Постоять здесь Погреться А мама там Как раз уже Все собирает Полностью уже Стол Поэтому я сейчас Буду грузить его в машину А этот пока Здесь народ еще ходит Мы еще постоим Вот Поэтому сразу все Не будем вместе Собирать Потому что машина далеко И пока я буду туда-сюда ходить Может быть Что-то еще успеется Продаться Ну по крайней мере Я на это надеюсь Игрушки Ну в принципе еще есть Можно еще Постоять И были бы Главные покупатели Вот Посмотрим Посмотрим Надеюсь что еще Что-нибудь успеем продать Как я уже сказала Так Пошла держать стоп Как я уже сказала Выручки В этом году Как-то у нас Очень и очень Плохие Ну Не знаю Год на год Не приходится Более наверное Какие-то развернутые Итоги Я вам уже расскажу Дома За чашкой горячего чая Так Ну что дорогие мои девочки Ярмарка наша Подошла к концу Два дня мы Отработали Конечно же На диком холоде Это очень и очень тяжело Но Такие вот У нас бывают Условия погоды Всегда мы находимся В какой-то комфортной погоде Когда можно С огромнейшим удовольствием Участвовать на ярмарках Вот Бывают такие Покровская ярмарка У нас Это холодно Да Масленица Когда тоже Выходишь Просто на улицу Приходишь домой Понимаешь Что У тебя Промерзла Косточка Что по поводу Продаж В этом году Мне очень не понравилось Потому что Наши Выручки Объемы Были Наверное Раз в два То есть в три Участники Покупатели Жители Города Может быть сейчас Тяжело Как бы у них Какой-то жизненной Ситуации И не все могут Приобрести Игрушки Детям В общем Факторов Может быть Множество Итог остается Один Выработали Вы Меньше По сравнению Конечно с другими Участниками Я довольна То есть Я видела Рядом со мной Стояли люди У которых практически Вообще ничего не брали И Мои Выручки По сравнению С другими Мастерами В этом году В принципе неплохие Ну а другой год Мы с вами сравнивать Тогда не будем Так что Теперь у нас впереди Новая неделя На следующих выходных У нас опять Ярмарка Двухдневная Поеду я туда Или не поеду Я пока еще не знаю Но готовится 100% буду Ну а я буду с вами прощаться Надеюсь вам понравилось Это видео Если да То не забудьте поставить лайк Подписаться на канал Если вдруг Этого еще Не сделали Чтобы мы с вами В дальнейшем Не потерялись Конечно же Переходите на нашу площадку Дзен Там намного больше Интересного Веселого Много Веселого Ярмарок Много Мастер-классов Много обзоров На ютубе Их чуть поменьше То есть Дзен Сейчас у нас основная площадка И не забывайте Конечно же Про бусти Там вообще оригинальные видео Тех Которых вы не увидите На других площадках Ну а я буду с вами прощаться Вы можете вязать Главное верьте в себя Всем до новых встреч Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Мастер-классов